Если бы нас спросили, когда вы готовы к изменению, мы бы сказали завтра. Но не сегодня. Но не сегодня. Мы всегда говорим завтра, нам кажется, что мы всегда недостаточно еще готовы к тому, чтобы что-то сделать. Недостаточно хороши в том, чтобы начать. Недостаточно готовы к тому, чтобы стать родителями. Я помню, как я все время думала, когда же мне рожать ребенка, я всегда понимала, что точно не сейчас. потому что сейчас я еще не и вот я помню когда я забеременела алиса я поняла что я абсолютно не готова потому что тот план который у меня был что в тот момент когда мне будет ребенок я там должна столько-то зарабатывать то-то иметь так-то выглядеть все произошло вообще не вовремя потому что в тот момент когда я забеременела алиса у меня была целая куча долгов у меня был вообще бизнес не в том виде в котором он должен был быть наши с сережей отношения были мягко говоря не очень хороши для того чтобы заводить детей короче все было не в тему но знаете как бы ребенок такая штука когда как бы ну все но если ты взрослый осознанный человек то ты понимаешь но как бы все он уже типа скоро будет и тебя появляется дедлайн у тебя появляется дедлайн ты понимаешь уже все типа вот там у тебя восемь месяцев осталось и теперь тебе нужно успеть у меня первый серьезный скачок крутой в жизни произошел пока была беременна я закрыла 120 тысяч долга долларов переехала в другую квартиру вообще полностью перестроила свой бизнес в общем короче все самое яркое у меня произошло в первую беременность угадайте что произошло во вторую беременность правильно вторая часть яркости потому что во вторую беременность мы купили квартиру сделали ремонт за несколько месяцев на 200 метров не имея денег на ремонт и в общем то тогда я поняла что эта готовность она никогда не наступает ты никогда не будешь готов вот что-то происходит в твоей жизни и жизнь тебе это подбрасывает и оказывается что ты готов но то есть ты никогда не знаешь что ты готов на самом деле но ты готов вот и для того чтобы это произошло просто тебя тебе себя нужно перепереть к стенке ну такое на самом-то деле не очень правильный формат развития потому что есть формат развития от ужаса да когда у тебя нету выбора и есть формат развития от удовольствия когда-то сам типа ставишь себе цель такой сидишь и думаешь они стать ли мне еще лучше вот и начинаешь так все хотят но мало так у кого случается по крайней мере до какого-то времени так вот война и прошлый год и война тоже принесла в жизнь многих людей огромные перевороты если вы пообщаетесь со своими друзьями знакомыми и людьми которые вас окружают и спросите какой вот у тебя был такой самый-самый переворачивающий точно вам скажу что прошлый год для многих именно именно таким устал может быть не единственный но одним из если вы согласны напишите что да я согласен и вот именно поэтому это я все так долго веду да именно поэтому я абсолютно переделала свой марафон рейтер жизни и я хочу чтобы добыли до конца если вы еще не сбежали и возможно принять решение к нам присоединиться на во время этого эфира потому что завтра стартует первый поток а первый поток как известно всегда самый крутой и там уже много крутых людей которые проходили со мной ни один марафон имеют ни одно доказательство тому что это работает возможно вы тоже среди них просто об этом забыли так вот давайте поговорим с вами вот это вот изменение сколько времени нужно чтобы изменить свою жизнь вообще вы знаете у нас есть с вами две реальности два мира в которых мы живем наш внутренний мир и наш внешний мир наше внешний мир это то что мы привыкли называть жизни это люди которые нас окружаются будем те которые с нами происходят работа на которой мы работаем вот это все происходящее вокруг на это наша реальность и когда мы задумываемся над тем чтобы что-то изменить мы всегда думаем как двигать что-то во внешней реальности как найти лучшую работу как найти лучшего мужчину короче говоря как заработать там больше денег и таки сидим грустим и как правило в нашем внешнем мире а внешний мир это наш мир эмоции наш мир чувств того что я чувствую что я думаю да мои мысли вот эта вся история как правило она всегда страдает потому что когда мы думаем как поменять что-то во внешнем мире мы испытываем страдания во внутреннем потому что мы говорим я не знаю как это сделать ведь так сложно ведь сейчас война ковид у меня сильно большая жопа слишком молодой слишком старый короче сейчас не то время да не то время но как бы всегда не то что-то происходит и всегда не то сейчас и не так не то не сяк и мы во внешнем мире начин во внутреннем мире со начинаем страдать переживать волноваться нас вот это вот раздирает нам вы блин пожрать поставить еще что-нибудь сделать только бы не идти в этот внешний мир очень хочет до внешний мир очень хочется куда-то спрятаться найти кого-то кто тебя защитит переложить на него ответственность очень часто здесь у женщин срабатывает почему сука у меня не тот мужчина или почему у меня его вообще нету и в общем почему я должна сама у мужчин очень часто срабатывает на эти что почему блять я большой почему не могу быть маленьким и мужчина иногда на подсознательном уровне начинает искать себе женщину мать во взрослой жизни вот он там не понимают но он ищет себе женщину мать потому что ему тоже страшно потому что неважно мужик ты или женщина тебе тоже страшно и в общем мы пытаемся понять как нам выйти в этот злой мир и что-то начать делать ведь все не в тему особенно если мы уже пробовали вам вообще интересно напишите мне просто вам интересно нет но секрет заключается в том что любые наши изменения прорывы просто движение начинается в нашем внутреннем мире который идет в нашей голове находится внутри нас это наши ощущения и наши мысли потому что до тех пор пока внутри у нас идет неразбериха пока внутри у нас сидит куча запретов страха и так далее мы с вами ничего не можем спасибо большое за фидбак мы с вами ничего в этом внешнем мире поменять не можем то есть если мы страдаем то мы во внешнем мире точнее не так мы не то что не можем поменять наш вот забыл сказать вам главную фразу наш внутренний мир то что у нас внутри мы с вами транслируем и создаем такой большой свет наружу этого же то есть если внутри у нас страдания то мы с вами транслируем и притягиваем тоже страдания в своем внешнем мире то есть мы как бы отражаем мы с вами как проектор то что у нас внутри мы отражаем снаружи и притягиваем создавая такую реальность вокруг нас то есть до тех пор пока внутри я бедный пока внутри мне себя жалко и пока мне страшно я вокруг себя и создают такую реальность и когда вы смотрите на свою реальность и страдаете внутри еще больше вы можете там найти так внешне казаться эти по такой уверенность пойдущую там всю новую работу меня там бизнес идет сколько зарабатываешь миллион а внутри там сидит такой человек верит какой миллион ты зарабатываешь тебя вообще одни долги ты ничего не зарабатываешь и ты начинаешь от этого страдать естественно это вполне нормально если ты не понимаешь что делать и в общем и вот ты сидишь такой внутри себя страдающий и вот ты видишь какой-то тренинг курс книгу и первым делом что тебя интересует это не то а как вообще это жизнь меняется какие жизненные принципы есть почему ее можно поменять за месяц почему я не тебя интересует одно за сколько времени сколько это времени займет можно неделю день вот иногда кажется что ты оказываешься на каких-то торгах где если ты предложишь на тендере знаете если ты на своем тренинге предложишь меньше срок то придут к тебе вот вот у вас за сколько можно поменять жизнь вас за три месяца не не за три месяца это у вас за сколько за неделю а за неделю мне подходит а можно за день я хочу чтобы вы научились понимать главные принципы потому что когда вы их поймете вы их полюбите вот вы слышали про таких людей которые говорят о том что они любят спорт и себя в спорте что им нравится ходить на тренировки вот когда человек толстый он воспринимает спорт как некую таблетку и он говорит сколько этих таблеток принять когда закончить ну чтобы я был худым люди которые занимаются спортом они понимают что кайф не в том чтобы быть худым от спорта спорт дает сильно больше он дает уважение к себе он дает классное состояние внутреннее он дает ты тебе новых людей вокруг он тебе дает кайф от того что ты занимаешься точно так же и с жизнью когда вы начинаете понимать принцип того что когда вы учитесь и понимаете принципы управления своей жизни через внутренние через контроль своих мыслей через создание своих новых программ через контроль своего состояния то есть вам по сути для того чтобы менять жизнь вам не надо менять людей вокруг вам не нужно воздействовать на мир каким-то внешним образом выбивать и доказывать миру переубеждать других людей становиться кем-то невероятным для того чтобы привлечь к себе внимание зарабатывать и заслуживать любовь других людей заслуживать признание вам нихера этого делать не надо потому что чем больше вы пытаетесь этого делать тем больше вы страдаете внутри и соответственно ваши внутренние страдания притягивают к вам и ставят палки в колеса у вас ничего не получается чем больше вы хотите признание тем больше вас не признают чем больше вы требуете любви тем больше вас не любят чем больше вы пытаетесь и активнее заработать денег тем сложнее не вам в общей сложности даются и потом вы еще обязательно заболеете потому что такие страдания которые вы проживаете в этот момент ваше тело не в состоянии выдержит и она в какой-то момент вас рубит она вот она вам показывает вот что нет не она если бы нас кто-то в школе учил как прислушиваться к интуиции как слушать свой внутренний голос как подключаться вообще к энергии всеобщей и понимать внутренние ощущать когда тебе нужно что-то делать а когда не нужно и вообще кем тебе нужно быть что тебе нужно делать с какими людьми тебе стоит общаться или нет все это говорит наш внутренний голос мы это все знаем с рождения у нас интуиция с рождения очень развита но парадоксальность заключается в том что мы с вами всю жизнь ищем какие-то значит ответы или людей которые нам подскажут как быть какие-то науки которые нам расскажут но чем больше мы слушаем совет других людей чем больше мы живем тем дальше мы отходим от самих себя вот смотрите например есть вы это жидкости да вот пепси в бокале это вы но и вот вы вы родились и вы родились в себе в этой жидкости вы и есть эта жидкость но другие люди начинают на вас навешивать не говорят часто родился в этом мире ты не знаешь никаких правил сейчас я тебе расскажу и каждый начинает вам рассказывать свой опыт вот рассказывает не правило он рассказывает свой опыт и свои представления о мире что такое хорошо что такое плохо как надо как не надо где ты прав вот как бы я поступил это неправильно поступаешь и вы с возраста в это все принимаете вы маленькие вы принимаете вы еще если у вас вот этого от рождения нет удара знаете вот это все подвергать сомнениям и типа я лучше знаю а вы как в детстве мы в основном все лучше знаем но взрослые нам запрещают лучше знать потому что они же лучше знают они же больше пожили ниже больше стекла и вот мы с вами со временем вот эту жидкость теряем мы закрываем вот все больше и больше как капуста знаете каждый ее закрывает и вот мы с вами это по-прежнему остаемся такими внутри себя но мы уже закрыты в течение жизни такое количеством этой всей листов шелухи и прочей хрени и мы в этом всем сидим и думаем что это не мы но мы же правда такими быть не можем мы не можем додуматься что мы там внутри как киндер сюрприз чтобы там существует вас нету такой мысли нам уже себя вообще не слышим уже нас нету и нам кажется что это точно не я я таким быть не могу мы отправляемся на поиски себя мы оставляем себя во всей этой шелухе и отправляемся на поиски себя искать себя где-то понимаете идем искать себя хотя на самом деле все что нам нужно сделать это очиститься от вот этой шелухи очиститься от чужих навязанных нам убеждений правил представлений которые нам навязали когда вам постоянно рассказывают как нужно как не нужно когда вы уже не можете взрослый человек принять решение с кем вам встречаться с кем вам трахаться где вам жить кем вам работать куда вам ходить с кем вам дружить что вам носить вы уже ни черта не можете сами принять никакого решения потому что все знают лучше ваша мама лучше знает с кем вам встречаться и почему вам нельзя развестись ваши друзья знают какая одежда вам лучше идет на какую работу вам ходить вы уже не имеете вообще никакого своего мнения потому что вы так привыкли, что другие люди рассказывают вам, что делать, куда вам деньги ваши тратить, работать вам или не работать, что у вас получается, какие у вас таланты, если вы не знаете уже про себя, вы уже обросли всей этой шелухой, и вы сидите и боитесь сделать любой шаг, потому что мнение чужое, вы будете раскритикованы, вы боитесь ошибиться, вы боитесь высказать, вы уже даже не знаете, какое мнение ваше-то на самом деле, вам так много всего рассказали, что вы отвечаете чужими словами очень часто, даже не понимая смысла, чего вы говорите, просто говорите, нет, так нельзя, почему так нельзя, куда так нельзя, как вы хотите, знаете, удивительный вопрос, который я задаю людям обычно там в личной работе, я не могу сказать, что на личную работу ко мне приходят люди, ну прям там совсем какие-то, нет, нормальные люди, но очень часто, когда я задаю вопрос, а чего ты хочешь, вот недавно у меня была консультация, и очень классная девочка, очень классная, у которой все прекрасно с деньгами, с бизнесом, она мне говорит, ты знаешь, я после развода, наверное, не была несколько лет в отношении, я говорю, как, она говорит, слушай, ну я не знаю, я вот так увлеклась, говорит, сначала было не до этого, надо было как-то сына на ноги ставить, там, работу поднимать, себя как-то поднимать, в общем, говорит, я этим всем увлеклась и со всем этим классно справилась, поставила цели и задачи, отношений нет, и говорит, вот я прям не знаю, ну что со мной не так, я ей говорю, а какие ты хочешь отношения, какие тебе нужны отношения, она говорит, в смысле какие, я говорю, ну какие, как ты хочешь, чтобы это было, вот как ты хочешь, ты хочешь вместе жить с ним, ты хочешь, чтобы он был старше, младше, как ты хочешь, чтобы вы, не знаю, там, делили свой бюджет, где вы жили, она говорит, ну я вообще не представляю, что со мной сейчас кто-то будет жить, я уже отвыкла, я говорю, ну так какие отношения тебе нужны, она говорит, я не знаю, и это ответ на вопрос по всем пунктам к огромному количеству людей, ответ на вопрос, почему нету, потому что даже не знаешь, что хочешь, потому что так много всего другие на тебя налепили, что очень часто мы вообще не понимаем, чего мы хотим, мы говорим, я хочу изменить свою жизнь, а куда, на какую жизнь, вот вы приходите в магазин и говорите, поменяйте мне это платье, он говорит, вам на какое поменять, я говорю, я не знаю на какое, они говорят, ну выберите, он говорит, я не знаю на какое, ну понимаете, что вам скажут по этому поводу, вот мы с вами в жизни живем приблизительно так, мы говорим, я хочу изменений в своей жизни, Да, понятия не имею, как их получить, понятия не имею, что хочу, сколько времени это займет. Самый главный вопрос, но жизнь хочу другую. Так, друзья, не бывает. Не бывает, потому что пока вы не поймете, что вы взрослые люди, и в какой-то момент времени вам просто необходимо все-таки, если вы хотите проживать какую-то яркую жизнь, то задуматься над тем, а чего вы вообще хотите, а какой вы вообще человек, а что вам вообще нужно, пока вы не поймете, что нужно снять всю чужую шелуху, для того, чтобы вернуть себе себя, и для того, чтобы себя найти. Еще раз, вы не терялись, вы не мамонтенок, вы у себя есть, вы просто слишком много завернуты во все возможные слои, и не только вы, и, конечно же, и я, и я, наверное, поэтому и выбрала себе такой путь, чтобы вот это все с себя постоянно снимать, потому что, конечно же, на каждом уровне ты обнаруживаешь что-то. Я вам сразу скажу, что процесс это бесконечный, но это не должно вас пугать, потому что, наверное, в жизни нет ничего интереснее, и вообще, мне кажется, мы для этого и пришли, чтобы распаковываться. Запомните, каждая ситуация, которую мы называем кризисом, а кризис – это, как по мне, то, с чем мы сталкиваемся впервые, каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией впервые, для нас это кризис. Я вот наблюдаю за Алисой, своей дочкой, когда она приходит ко мне с какой-то новой формулой, знаете, новой каким-то заданием, да, приходит, и у нее в глазах кризис. Она говорит, мама, что с этим делать? И у меня кризис, потому что я помню, что когда-то я тоже не знала, что с этим делать. Я говорю, так, садись, будем разбираться. Кризис – это когда мы сталкиваемся с чем-то впервые и не знаем, что с этим делать. Второй раз – это уже не кризис. Так вот, когда мы с вами сталкиваемся с любым кризисом, вот есть вы, есть кризис, брум, вы столкнулись, вы распаковываетесь, понимаете, решая какую-то новую ситуацию, вы в ней распаковываетесь, спадает часть вашей шелухи. То, что вам кажется ужасным, на самом деле вас распаковывает и делает вас вами, возвращает вас… Ну вот, например, смотрите, ну там личная тема, она такая самая-самая. Вот вы там в раннем возрасте в каком-то вышли замуж, там родили ребенка, ну как-то это так произошло, вы, может, даже не задумывались. У очень многих людей так произошло, особенно кто там в институте, да, там, ну, влюбились, там, все, поженились. И все, вы не думали над тем, какие вы хотите отношения, как их там строить, там, не знаю, что будет, если вы захотите заняться бизнесом, да вообще у вас не было таких мыслей, понятия не имеете. И в какой-то момент вы прожили и четко понимаете, что вы с этим человеком вообще не хотите быть, вы вообще с ним разные, вообще непонятно, как вы с ним сошлись, ну, часто такое бывает, вот девушки мне рассказывают, ну, вообще, вот, вот, ну, просто по молодости, да, как говорится. И вот скажите, пожалуйста, вот если бы вы не столкнулись с ситуацией, когда вы понимаете, что вы с этим человеком дальше не хотите жить, вы вообще узнали и начали задаваться вопросом, какие отношения вы хотите. и когда вы встречаете там или строите спустя время какие-то новые крутые отношения, это может по жизни повторяться, кстати, неоднократно, это тоже нормально, потому что мы меняемся за жизнь много раз, вы понимаете, на каждом таком жизненном этапе, вау, как классно, как круто, я бы никогда не узнала, что я так могу чувствовать, я бы никогда не смогла пережить таких отношений, я бы никогда не пошла дальше, если бы я однажды с этим не столкнулась, и я бы прожила с этим человеком сто лет, так как завещала моя бабушка. Или в бизнесе, например, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, когда вы стали меньше зарабатывать, не знаю, у вас упало количество клиентов, упал ваш доход, то есть что-то происходит, это заставляет ваш мозг генерить новое, он заставляет вас находить новые классные решения, причем для своих клиентов в том числе, он заставляет вас меняться, представьте себе, что вот один раз магазин какой-то сделал себя там, да, запустил и всю жизнь работает, но как бы тогда шла эволюция и развитие, а ведь это называется кризисом, когда магазин видит, что у него там падает количество продаж, вот, например, первые торговые центры там строили, они же совсем были не похожи на новые торговые центры, а потом раз, построили один торговый центр там с эскалатором, и все торговые центры, ну, боже мой, неужели теперь нужны эскалаторы в торговых центрах, таким образом идет развитие, когда что-то становится плохо, и мы начинаем искать вариант для того, чтобы стало лучше, и именно через наши с вами касания со сложностями, да, с так называемыми проблемными кризисами, мы и распаковываемся, мы и находим себя, мы и находим свои истинные таланты, навыки, умения, нам это помогает двигаться, двигаться, нас это мотивирует, потому что тогда, когда у нас с вами все идет стабильно, хорошо, это совершенно, никоим образом не влияет на наше развитие, понимаете, а когда мы не развиваемся, мы с вами деградируем, вы должны запомнить очень простую вещь, человек не стоит на месте ни единого дня, если вы не идете вперед, то вы однозначно катитесь назад, так устроена вселенная, и это не должно вас огорчать, потому что жизнь это и есть движение, мы с вами родились, я уже миллиард раз вам это говорила, точно не просто для того, чтобы есть ртом, и использовать голову для шапки, мы с вами родились для того, чтобы развиваться, чтобы уметь чувствовать, чтобы уметь любить, чтобы уметь создавать, чтобы уметь творить, чтобы уметь решать какие-то вопросы, чтобы ставить какие-то цели, чтобы мы могли использовать бесконечные, бесконечные возможности, которые нам даны с рождения, И это, конечно, самая глобальная, наверное, загадка, которая есть во Вселенной. Поэтому вместо того, чтобы страдать, все время напоминайте себе о том в любые моменты, что жизнь – это про большое приключение. И самое интересное – это всегда находить возможность своего собственного проявления. Оставить себе цели и задачи, куда я хочу добраться, каким я хочу стать, как я хочу себя ощущать, включать свой внутренний голос, подключать. Вы знаете, интуиция – это самое потрясающее, что есть. Когда я начала работать над вопросом интуиции, над этим невероятным инструментом, вы знаете, я избавилась от огромного количества проблем, от огромного. Начиная с того, что, например, если раньше я звонила своему ребенку, и он не берет трубку, у меня начиналась буквально истерика. И, кстати, это касалось не только ребенка. У меня была действительно огромная проблема. Вот мой супруг Сергей не даст соврать, что я могла ему звонить 80 раз. Вот реально, если он не брал трубку. Мое воображение рисовало какие-то дикие картины, но это вообще нездорово, я это прекрасно понимаю. И когда я начала работать активно над своей интуицией, я стала очень хорошо чувствовать в любой ситуации, вы знаете, забыла телефон или еще что-то, моя интуиция стала четко мне говорить, когда все окей. Вот когда все окей, когда не надо волноваться. И не могу этого описать, если кто-то из вас знает, о чем я говорю, там, напишите мне плюсик. Но это невероятная штука. То есть я перестала волноваться по любому вопросу. Я задаю себе вопрос сегодня и слушаю свое тело, как оно откликается на это. Я принимаю так решение, с какими людьми мне общаться, а с какими нет, каким мне доверять и каким мне стоит. Я знаю, в какой ситуации мне лучше промолчать, а в какой наоборот я могу выразиться. Внутренний голос, интуиция, это мощнейшая штука, мощнейшая просто. Очень сильно это мне помогало, когда началась война, когда я уезжала, когда я принимала решение, где мне жить, что мне делать. Когда я возвращалась и все мне кричали, все, тут караул там, или когда я здесь сейчас нахожусь. Моя интуиция отлично мне подсказывает, где и когда мне необходимо быть. Я абсолютно ей доверяю. И все люди, которые занимаются, практикуются, отлично знают, в чем я говорю, потому что их интуиция, их внутренний голос работают лучше любой гадалки. И в этом, знаете, как бы заключается вот это чудесное чудо. Когда я начинаю ощущать в себе внутри какой-то такой момент, что пора делать что-то новое, я четко знаю, что это будет неким следующим прорывом. Никогда в этом не ошибаюсь. Мне очень нравится, что мои ученики, которые занимаются и практикуются, тоже знают, что это чудесно работает. Поэтому просто знайте, что сам момент изменений, он невероятно крутой. То есть вы ощущаете кайф не тогда, когда вы получаете конечный результат. Вы ощущаете кайф, когда вы понимаете, что вот, знаете, вот началось, да, что эскалатор едет. Самый кайф заключается именно в этом моменте. Поэтому никогда не старайтесь для себя искать вот эту конечную точку. Конечная точка – это смерть. Я думаю, вряд ли вы туда стремитесь. Хочу рассказать немного вам по поводу умозаключений, к которым я пришла и на базе которых создала сейчас новый рерайтер. Я увидела, что одним из главных моментов, которые изменились в нас за последнее время, это то, что мы стали больше сфокусированы на времени здесь и сейчас. Раньше мы об этом только говорили, а сейчас стали сфокусированы. В чем это отражается? Очень многие люди завели собак, да, заметили, которые там когда-то говорили, откладывали. Очень многие люди поменяли работу. Очень многие люди поменяли свои отношения. То, чего раньше боялись, когда приблизился момент того, что жизнь оказывается не такая длинная, как нам казалось, мы стали делать гораздо более смелые поступки для себя, да, ну как бы, потому что каждый начал задаваться вопросом, от чего я, собственно, жду, да, какого момента я жду. И я, безусловно, тоже это увидела. И раньше, когда мы писали книгу о жизни своей мечты, в «Рерайтере жизни», мы не ставили сроков. Наша задача была своему мозгу показать вообще, насколько в мире есть много возможностей и расширить свои границы, рамки, которые есть в нашей голове. Сейчас мы также расширяем свои рамки, но мы ставим мозгу цель достичь этого через 6 месяцев. Мне нравится, когда, знаете, есть какой-то большой путь и прыжок, есть промежуточные шаги. Такое правило маленьких шагов, я это называю. Для того, чтобы добраться до большой цели, когда ты на нее смотришь, кажется, что это сделать невозможно. Но если ты разбиваешь ее на отрезки, то это вполне преодолимая цель. И я это правило обожаю. Так вот, «Рерайтер» я построила как раз по такому определенному правилу маленьких шагов. Мы двигаемся по 6 месяцев, мы ставим для своего мозга и для себя те цели и задачи, причем мы их не просто ставим, мы их распаковываем, пока проходим тренинг, понимая и программируя то, куда мы реально хотим и можем прийти за эти 6 месяцев. Может быть нам страшно, может быть нам там не хватает чего-то, но мы понимаем, что это возможно. И мы в течение месяца активно работаем над тем, чтобы воссоздать в себе в голове эту картинку, этот план, прописать его и четко понимать, что мы будем делать для того, чтобы это получить. 6 месяцев – это очень крутой срок, потому что для нашего мозга это не супердолго, потому что год – это уже долговато. Когда мы ставим цель на год, мы ее начинаем откладывать. Мы думаем, ну еще год впереди, я думаю, вы с этим знакомы. Полгода – это все-таки тоже такая задача, которую нам нужно разбить на какие-то отрезки, потому что когда мы разбиваем, ставим себе какую-то задачу и уровень жизни, на который мы хотим попасть через полгода, мы ставим промежуточные шаги, которые нам нужно незамедлительно выполнять. Но как я вам уже говорила, изначально, в начале эфира, мы можем с вами делать это через внешний мир, пытаясь воздействовать на людей, на что-то, а можем работать через внутренний. Когда мы с вами учимся работать через внутренний мир, все получается очень интересно, потому что то, что нам нужно, в буквальном смысле, начинает как бы плыть нам в руки. Нам начинают встречаться правильные люди. То, где нам было раньше сложно получить какое-то согласие или сделать какой-то выбор, сейчас начинает складываться легко. В этом состоит загадка работы с внутренним миром, что когда мы учимся это делать, то мир в буквальном смысле разворачивается к нам лицом. И там, где раньше были препятствия, сегодня начинают появляться возможности. Вы сами порой не верите тому, что так может происходить. Я очень хорошо помню много таких ситуаций. Например, я очень хотела познакомиться с одним человеком, когда он мне сам позвонил и говорит, Ольга, здравствуйте, я бы вас хотел пригласить к себе на интервью. И это просто было для меня каким-то таким, знаете, шокирующим действием. Или в одной тусовке я очень хотела познакомиться тоже с девушкой, которая очень, ну, крутая в бизнесе. Она мне очень импонирует. И когда мы встретились, она ко мне подошла и сказала, что она моя ярая почитательница, очень любит смотреть мои эфиры. И, ну, я таких ситуаций могу назвать вам очень много, там, в самых разных интерпретациях, которые происходят. Но это можно называть чудесами, но на самом деле, когда вы свои внутренние заломы исправляете, свои внутренние, вот эти вот пережимающие вас страхи, пережимающие вас неверные убеждения в свою сторону, когда вы их начинаете убирать, самым интересным образом начинает разворачиваться история вокруг вас. Это, конечно, можно назвать там эзотерикой, чем угодно. Я, знаете, давно, я очень много всего этого изучаю, практикую, и я давно перестала искать описание тому, что это. Я себя однажды спросила, тебя интересует, как это называется, или тебя интересует, работает это или нет. И поняла, что для меня самым важным является то, чтобы работало. И вот я на самом деле, когда работаю со своими, например, клиентами индивидуально, я заметила, что никто никогда не спрашивает меня, как это называется, или как это там тра-та-та. Все исключительно фокусируются на результате. И это на самом деле очень круто. Нам, кстати, в этом еще очень часто, вот вы должны понимать, что есть такая история, ну не история, теория, плацебо, когда пациенту дают таблетку и говорят о том, от чего эта таблетка помогает. Это может быть обычная там аскорбинка или какая-то совершенно, ну, что-то совершенно обычная, да, какой-то препарат, но человек, пропивая его, может излечиться от неизлечимых болезней. Вот, не говоря уже там о таблетке от головы или что-то еще. И вы знаете, я в жизни часто замечала и проводила даже следственные эксперименты, что иногда с серьезным лицом, когда ты человеку говоришь, скажи вот эти три слова, и тебя отпустят, он звонит, благодарит и говорит, да, спасибо, отпустила. И действительно, сила внушения, она велика. Я даже когда-то над этим вздумала, думаю, ну, как страшно получается, что другие люди могут внушить тебе все, что угодно, особенно, когда ты находишься в стадии вот этой обнаженности душевной, знаете, когда очень страшно, да, и ты вот, например, если не дай бог, что-то со здоровьем, что-то случилось, ты там смотришь на врача или на какого-то человека и веришь всему, что он говорит. Так вот, я подумала, как же от этого защититься, да, получается, что каждый человек может внушить. Я для себя взяла такое очень четкое правило, что перед тем, как я слушаю кого-то, я себе задаю вопрос, вот эта информация, если я ее сейчас приму, она мне поможет? То есть, если я слышу то, что мне не нравится, я не воспринимаю это как правду, мне это не подходит. Но если я слышу то, что мне нравится, я не пытаюсь разобраться, правда это или нет, я принимаю это как правду, потому что понимаю, что мне нравится, это правда. И в моем случае тогда это сработает. Вообще важно понимать, да, очень много существует теории о том, что наш мир вообще иллюзорен. И все, что мы видим с вами, это сны и сплошные иллюзии. Может быть, как угодно, да, каждый говорит о чем-то, что-то доказано, что-то не доказано, но каждый раз, когда вы что-то слышите, задавайте себе главный вопрос. Мне это на пользу или нет? Мне это поможет или нет? Если, например, мне говорят о том, что я буду постоянно повторять аффирмацию, что там я богатый человек и привлекаю успех, и мне поможет это стать успешнее и богаче, ну, почему бы мне это не говорить? А если мне говорят там о том, что каждый раз, когда ты говоришь себя по имени, то ты умираешь, ну, знаете, вот бред бывает, как это чешут, ну, подумайте, я не воспринимаю, это бред, это глупость. Мы сами даем оценку всем нашим действиям, вот, поэтому тут тоже это важно для себя понимать. Поэтому я вам могу сказать одно, что для того, чтобы менять свою жизнь, нет понятия, сколько нужно времени, потому что изменение жизни, это процесс, который происходит так или иначе, хотите вы этого или нет, ваша жизнь все равно постоянно меняется, потому что мы зависим, да, от того, что происходит, нам все время приходится делать какой-то выбор. Но, когда у вас внутри есть выбор, когда вы знаете, кем вы хотите быть, чего вы хотите, какие у вас цели, задачи, куда вы хотите перебраться, то мир как бы не шатался, у вас внутри есть понимание, куда вы идете, да, то есть какие движения вам делать, чтобы получить свое. А когда у вас такого нету, то мир вас будет шатать бесконечно, и вы будете только реагировать на обстоятельства внешнего мира, и как правило реагировать кошмарно, потому что внешний мир, если ваш внутренний не выстроен, он кажется очень опасным, да, то войны, то цунами, то, то, то все, то пятое, то десятое, то ядерная война, короче, есть такое ощущение, что ты просто родился и живешь в вулкане, да, и спрашивается, а что, зачем выживать, может проще сложить лапы и уже уйти в эту лавину, да, и не рыпаться, если все равно, то одно на голову падает, то другое, я не знаю, играли ли вы когда-то в компьютерные игры, да, где человечек кайп под жопу, и сверху, и сбоку, и колючие ежи, и мечи, и ты такой просто думаешь, ладно, спрыгну с обрыва, и прыгаешь, вот, да, до конца всех жизней этого человечка, на самом деле, все сильно веселее, у каждого из нас с вами есть самое ценное и главное, это выбор, какой путь мы хотим пройти, и нам кажется, что мы об этом знаем, но на самом деле нет, на самом деле нет, потому что, если бы мы знали, мы бы создавали себе путь, а большинство людей все равно пытаются просто реагировать на происходящее, до тех пор, пока вы не научитесь прокладывать себе тропинку, канатик, по которому вы хотите пройти до какой-то точки, пока вы не будете знать, кто вы, чего вы сейчас хотите, что вам сейчас интересно, кстати, вот такой очень важный момент, раньше я мыслила такими аллегориями, целями на всю жизнь, жизненным предназначением, там, сейчас я мыслю категорию полугода, чем я хочу заниматься эти полгода, кем великим я хочу стать за эти полгода, что этого нового я хочу узнать за полгода, какие отношения, в чем я хочу прожить эти полгода, куда я хочу съездить, или какие эмоции я хочу пережить за эти полгода, и это очень сильно возвращает вас к реальности и наполняет вашу жизнь сильным интересом, и если вы хотите попробовать и узнать, как это работает со мной, Я вас приглашаю на свой новый рерайтер жизни. Мы с Сергеем, мы партнеры в бизнесе, мы с ним приняли решение, что у нас больше не будет пробных версий, у нас больше не будет возможности купить рерайтер жизни, когда вам захочется, по какой-то растущей цене со спецскидками, ничего этого не будет. У рерайтера жизни есть цена и есть окно продаж, которое закрывается 2-3 числа, уже нельзя будет попасть в марафон. Все. И будет открываться в конце 20-х чисел. Я поняла, что ценность того, что я делаю, слишком велика, я обесцениваю ее большими скидками, обесцениваю ее свободным доступом. Больше так не хочется. Очень хочется видеть людей, которые приходят, которые понимают ценность, которые отдали деньги, которые, возможно, для них не так легко отдать и, соответственно, готовы поработать над своей жизнью, готовы получить результаты. А результаты я вам гарантирую. И это самое вкусное и интересное, что вы получите во время этого обучения. Поэтому думайте сами, решайте сами. Все мы рано или поздно встретимся на рерайтере, а вы будете знать, что если что-то в вашей жизни пойдет невесело и вам захочется все-таки научиться управлять, создавать, жить со смыслом и принципами, и собственными правилами, а не навязанными другими людьми, вы знаете, куда приходить. Всем желаю хорошего вечера. И, собственно, если кому-то интересно по рерайтеру больше информации, есть ссылка в шапке профиля у меня, можно написать в директ. Вот, всем остальным просто хорошего вечера. Продолжение следует...